МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Эфирно в Уральской обещательной компании открывает информационно-аналитическая программа объектив-итоги, чем ознаменовалась прошедшая неделя в репортажах журналистов НВК. И вот о чем расскажем сегодня. В регионе вырос объем сельхозпродукции, но только не в агрофирме Уральская. Здесь многомиллионные долги, люди практически не получают зарплату, собственники прогнозируют сокращение персонала. Ситуацию в агрофирме обсуждали на Координационном совете представители администрации Думы Уральского электрохимического комбината вместе с сельчанами. В Свердловскую область пришли первые паводки, но в Новоуральске все спокойно. Паводковая ситуация под контролем. Все специалисты города работают в штатном режиме. По программе капитального ремонта в Новоуральске отремонтируют 55 домов. Еженедельно по пятницам специальная комиссия следит за тем, как ведутся работы на строительных объектах. Мест на первую и вторую смены в лагерь «Самоцветы» нет. На третью осталась половина путевок. В территориальной организации профсоюза, занимающейся сбором заявлений, такого ажиотажа давно не припомнят. Служит родине весенний призыв. Отправятся 74 новоуральца. В нашем городе идет призывная кампания «Реалий времени». Молодые люди идут служить с желанием. Новоуральские туристы-водники, маневрируя на надувных катамаранах, открыли водный сезон на реке Талая. На прошедшей неделе губернатор Евгений Куйвышев призвал глав Свердловских муниципалитетов и аграриев уделить особое внимание посевной кампании. В этом году посевная площадь в Свердловской области составит 813 тысяч гектаров. В регионе стоит задача обеспечить животноводство полуторагодичным запасом качественных кормов и повысить уровень обеспечения населения области продукции растеневодства местного производства. Губернатор сказал, цитирую, «Мы должны обеспечить объемы производства продукции агропромышленного комплекса в хозяйствах всех категорий на уровне целевых показателей. Должна быть продолжена технологическая модернизация и увеличение мощности производства пищевых продуктов. Особое внимание необходимо уделить снижению кадрового дефицита, в том числе за счет улучшения условий проживания в сельской местности», отметил Евгений Куйвышев. Объем производства сельхозпродукции в Свердловской области с начала года вырос на 2%. Об этом также сказал министр АПК Михаил Копытов. По его словам, за два месяца этого года в регионе на 2% увеличилось производство молока, на 4% производство яиц и на 10% мяса. Если в целом по Свердловской области объем производства сельхозпродукции вырос, пусть и ненамного на 2%, то в селе Тарасково в агрофирме «Уральская» аховая ситуация. Посевная компания под вопросом, и не только, критическое положение и социально-экономическую ситуацию агрофирмы обсудили в четверг в сельском клубе представители администрации Новоуральского округа, Уральского электрохимического комбината, депутаты и руководство агрофирмы «Уральская». С места событий Наталья Ребрищева. Жаркие выступления докладчиков, споры и даже ненормативная лексика агрария в тяжелейшее положение дела агрофирмы «Уральской» обсуждали на заседании Координационного совета. Глава Новоуральского округа Владимир Машков, открывая совещание, сказал, что мы приехали не закидывать камнями руководство агрохолдинга, а в первую очередь приехали разобраться, что происходит на селе, почему не выплачивается заработная плата работникам, грядет ли сокращение персонала и каковы перспективы развития агрофирмы «Уральской». Город развивал и будет развивать сельские территории. Мы за прошлым годом закончили второй газопровод, через Белимбай сюда протянули, дальше постоянно и проекты уже по дальнейшей газификации всех сел. Мы проработали проект, в частности, по Тарасково, достройки спортивного зала и столовых в школе, ну и ряд других проектов. Поэтому мы, естественно, будем заниматься развитием сельских территорий. Ну и хотелось, конечно, чтобы основное базовое предприятие, агрофирма, работало. В начале 30-х годов прошлого века, во времена коллективизации, в селе Тарасково был организован колхоз имени Чапаева. В 50-м году, когда уже работал Уральский электрохимический комбинат, колхоз со своими землями был передан в состав подсобного хозяйства УХК. А после смены административно-территориального управления в 94-м году появилась агрофирма «Уральская». Экономические вопросы благодаря внутреннему ресурсу комбинат всегда решал самостоятельно. Несколько лет назад, после реструктуризации УХК, агрофирма была продана. Теперь это частная территория, частный бизнес. Сегодня ситуация в агрофирме «Уральская» очень тяжелая. Виной тому, в первую очередь, многомиллионные долги предприятия, считает руководство агрофирмы. Мы много просили реструктуризировать долг, еще как-то пойти нам навстречу. Нам пошли навстречу, сделали со мной долг реструктуризации 60 миллионов, мне дали год. Что такое год? Это по 6 миллионов, по сути, по 5-6 миллионов в месяц. Для агрофирмы это было изначально неподъемно. Покупка агрофирмы вместе с долгом в 60 миллионов рублей, плюс новый долг Ростельхозбанку – десятки миллионов, взятых на сезонно-полевые работы. На сегодняшний день долг перед банком составляет 16,5 миллионов рублей. Агрофирма не в состоянии выплачивать даже ежемесячный платеж порядка 4 миллионов. Оборотные средства за март – 12 миллионов рублей. Но столько же и расходов. Платить кредит просто не на что. Руководство агрофирмы не скрывает, что в ближайшее время нужно менять структуру предприятия. Коммерческая себестоимость нашего молока в агрофирме «Уральской» – 20 рублей. 20 рублей. Мы только затратили на него 20 рублей. Мы 20 рублей на него затратили, 20 рублей отдали блиновому, чтобы все попили молоко. Но тяжело. Сегодня в агрофирме «Уральской» 354 ставки. Работает 268 сотрудников. Сокращение ожидается, говорят руководители предприятия. Но в первую очередь не людей, а совмещенных ставок. Правда, и людей столько не требуется. К примеру, сегодня в агрофирме числится 27 водителей. А техники столько нет, что есть и та постоянно в ремонте. Техника, все постройки. Им точно так же, как и к совхозу, 60 лет. 60 лет. За 25 лет скажите, пожалуйста, «Уральский электрохимический комбинат», что построил нового здесь? Какая техника приобреталась? Самый новый трактор, который был при агрофирме, мы купили в 87-91 год. Автопарк очень старый. Сельхозмашины куплены еще комбинатом в 90-е годы. Но главное в агрофирме – это люди. Здесь хороший коллектив, говорит руководство. На совещании речь шла и о доходах сельчан. Минимальная зарплата в агрофирме – 7 тысяч рублей. Максимальная – 60 тысяч. Правда, заработанные средства в полном объеме сотрудникам выплатили пока только за февраль. На этой неделе люди, ну до конца недели, край начала следующий, получат авансы за март. Месяц, то есть к концу мая ситуация по выплате заработной плате у нас исправится. Мы сюда пришли, мы ни одного человека не уволили. Может быть, кто-то бы другой бы, управленец пришел бы, человек бы с тобой сразу же попросил. И закрыли бы это, и это, и это. И на сегодняшний день, допустим, Соколов меня как директор просит, говорит, все, от этого отказываемся, от этого отказываемся, это режем. Я его понимаю как управленца, но, Николай Васильевич, мы-то здесь живем, и люди здесь эти живут, и я понимаю, что они больше никуда не устроятся. Марат Салихов отработал переходный период, то есть на него как бы все, и 60 миллионов долгов, и кредиты, и, так сказать, и в это время еще тяжелые погодные условия, и переформатировать психологию людей надо было, и так далее. Он, так сказать, эмоционально рассказывает, но он просто только сейчас, наверное, начал понимать, какая миссия на него улыбнула, в кавычках, тяжелая. Я совершенно откровенно это говорю, просто ты, наверное, еще даже не понимал, что тебе предстоит рассказать, занявшись с ней в хозяйстве. Упор агрофирма «Уральская» сейчас делает на молоку – это основное направление агрохолдинга. Стадо коров насчитывает 2188 голов, из них 1100 – дойное. Все-таки на сегодняшний день основной источник дохода агрофирмы – производство и продажа, причем высококачественного молока. Его основной покупатель – Новоуральский молочный завод, где производят в том числе сыры мягких сортов из молока агрофирмы «Уральская». А в таком производстве необходимо только высококачественное сырье, иначе сыр не получится. Сегодня мы молзаводу уже в сутки доим 21 тонну молока. Он сказал, что он благодарил. Да, 21 тонну молока, то есть он выдержит свои обязательства, агрофирма пытается перед молзаводом выдерживать свои обязательства. По словам руководства, несмотря на большие долги, удалось наладить стабильную поставку кормов для животных, увеличить надой на 5,5 тонн за полтора месяца. Положительная динамика на предприятии есть. Главное – решить вопрос с кредиторами. Сейчас идет закуп семян, то есть все, что катать. Это полностью закроется. Да, все 3069 гектар земли будет освоено. А вот с посадкой овощных культур, открытых и закрытых грунтов ситуация немного иная. Не секрет, что Урал – зона рискованного земледелия. Здесь тяжелейшие условия ведения сельского хозяйства. Осенью прошлого года почти месяц шел дождь. Несмотря на погодные условия, основную часть урожая собрали. Но 70 гектаров картофеля в прошлом году ушло под снег. В этом году аграрии говорят о посадках 20 гектаров моркови, 5 гектаров свеклы и 200 картофеля. А вот капусту в этом году сажать не планируют. Выживают в нынешних экономических ситуациях как могут, говорит руководство агрофирмы. Мы будем ужиматься, но иначе просто не выжим. Нет никакой задачи, много слухов. Еще раз повторюсь, что тут пришли, деньги выводят, средства выводят, это пилят, то пилят, металлолом сдаем. Да, мы сдаем металлолом. Мы сдаем металлолом в конструкции каких-то 60-70-х годов. Что сгнило, что нам не надо. Естественно, мы там спилили техника, продавалась. Только продавалась эта техника минимумы 30-35 лет. Не только про сдачу металлолома, но и о других слухах говорили сельчане. О том, что впервые за 65 лет аграрии якобы отказываются сеять. О лесах и спиленных деревьях. Лес вывозили, как посчитали рабочие, тысячу машин в месяц. В месяц тысячу машин. И вот район Воробьев и Подняков практически там оголено полностью. На сегодняшний день все работы остановлены. С комбинатом тоже есть договоренность, потому что они очень сильно, как сказать, попросили. Идут разбирательство уже, я так понимаю, не первый год на это. То, что вводится агрофирме, действительно не хватает, объясню, своей кормовой базы. По вырубке леса было решено создать рабочую группу, которая лично будет рассматривать ситуацию на месте. Координационное совещание стало хорошей возможностью для участников и для сельчан, чтобы высказать свое мнение и задать вопросы. Один из них – о продаже скота. Ведь раньше агрофирма была на втором месте в области по надоям по количеству и увеличению крупного рогатого скота. Теперь на 46-м. Ситуация не только в экономике предприятия, но и на совещании накалялась. К середине обсуждения положения дел в агрофирме, когда речь зашла вновь о большом долге перед комбинатом и о поддержке холдинга, вместо одного стало два докладчика одновременно. А почему нам президент говорит, вы поддержите, вы не кошмарьте? А меня полтора-два года кошмарят. Все! Следственный комитет, прокуратура, АБФ, финмониторинг, минсельхоз. Все едут, кошмарят и кошмарят. Как будто здесь НПЗ, нефтеперерабатывающий завод. Все прозрачно. 15 миллионов молока отдали, 15 миллионов зашло. Нет проблем. Так вывезли все. Вывезли всю документацию, все полностью. Понятно, что есть, я говорю еще раз, человеческие амбиции. И может кто-то что-то, какие-то свои цели преследует. Но тем не менее, а почему президент говорит, поддержим? Медведев говорит, поддержим? Ткачев говорит, поддержим? А я что-то не ощущаю эту поддержку. Не от кого. А кто ко мне-то приехал? Марат Фордадович, можно поспокойнее? А мы говорим еще о поддержке. Ты один герой, все против тебя воюют. Мы приехали разобраться, что делать? И директор тоже. Ничего личного нет. Не против Марата Фордадовича Салехова, не против кого? А для чего? Когда ты выплачиваешь директору по 500 рублей, он посчитал, 30 лет ты будешь расплачиваться. Он тоже подчиненный человек. Ему из Росатома звонят и говорят, что такое, почему ты там сидишь и ничего не делаешь. Вот о чем разговор. Владимир Николаевич, а мы знаем, что в Росатоме мужики говорят, сидят и говорят, да отдайте землю, отдайте эти долги. Отдайте. Слушайте, мужики в Росатоме конкретно, адреса, пароль и я, говорит президент. Какие мужики? Говори фамилии тогда. Мне эти разговоры вообще загалили. Кто-то тебя тут кошмарит и так далее. Давайте конкретно разбираться. Мы сегодня в сегодняшней ситуации. Я услышал. Присядьте, пожалуйста, у нас докладчик Соколов. Просто он-то не в курсе, он два месяца всего лишь. Начальник отдела сельских населенных пунктов Светлана Дыкова говорила о том, что почему бы работникам не выдавать продукцию агрофирмы в счет задержанной заработной платы. Задержка зарплаты сельчанам влечет за собой долги и по коммунальным услугам, и по оплате детского сада. Причем задолженность уже за три месяца. Говорили о проблемах ЖКХ, о сохранении профсоюзной организации предприятия, об изменении коллективного договора. Теперь у работников агрофирмы будет не премия, а персональная надбавка. Шла речь об открытии в Новоуральске первой торговой точке агрофирмы по продаже с минимальной наценкой мясной, молочной и овощной продукции агрофирмы «Уральской». Цель наша – удержать ситуацию под контролем, чтобы люди работали, чтобы мы работали, чтобы агрофирма оставалась, как она была. На сегодняшний день я знаю, что уже по каким-то показателям удалось прийти к какому-то решению. Вот несколько слов, что уже удалось сделать. Агрофирма «Уральская» сделала на себя подготовку, в совместном с профсоюзом, двухсторонняя комиссия нового коллективного договора, за основу взятого коллективного договора «Уральская» электрохимическое комбинат, а там, в принципе, по разделам, там уже будет насыщение, какими социальными угодами, которые может агрофирма «Уральская» обеспечить. Сельское хозяйство в Новоуральском округе, которое работало более 60 лет, должно работать и дальше, и развиваться. Теперь к сложнейшей социально-экономической ситуации в агрофирме подключились администрация Новоуральского округа и ОХК. Новоуральская вещательная компания будет и дальше следить за развитием событий. Наталья Ребрищева, Дмитрий Дедюхин. Новоуральская вещательная компания. К другим темам. В Уральский регион пришла первая волна паводка. Уже зарегистрированы случаи подтопления в Курганской и Челябинской областях. Наблюдается подъем уровня рек и в Свердловской области. Как складывается ситуация в Новоуральском городском округе, расскажет Антон Сапогов. На протяжении всех выходных то и дело шел дождь. Это ускоряет таяние снега. В бассейне некоторых рек на Среднем Урале был отмечен подъем уровня воды. А значит, пришла первая волна паводка. В нашем городе власти заранее подготовились к возможному подъему воды. Поэтому никаких нештатных ситуаций не происходит. На сегодня главное – свободно пропустить большую воду, не дать образоваться засором из лесного мусора, под мостами и возле гидротехнических сооружений. Для этого специалисты городской дорожно-коммунальной службы ежесуточно мониторят ситуацию и своевременно расчищают заторы на реке. В сельских населенных пунктах у нас находятся 4 гидротехнических сооружений. Некоторые из них находятся в лесу. Реки лесные. Значит, по всем документам они у нас не относятся к потенциально опасным объектам. Поэтому угрозы жизни и здоровью людей имущество граждан не предоставляют. За некоторыми местами следят особенно тщательно. Это пересечение рек Бунарка и Ольховка, обводной канал в районе городской Стеллы, участок реки у Первой проходной, где вчера был небольшой затор, но его вовремя расчистили. Паводковые ситуации в Новоуральске под контролем. Все специалисты работают в штатном режиме. Антон Сапогов, Антон Палаев, Новоуральская вещательная компания. Прошлая неделя ознаменовалась большим мероприятием. В наш город съезжался актив профсоюзных организаций из 10 закрытых городов и председателей профсоюзных комитетов медицинских учреждений Федерального медико-биологического агентства. На семинаре обсуждались проблемы здравоохранения. Его итогом стал документ, в котором изложены все требования профсоюзного актива медицинских учреждений закрытых городов. Он отправлен руководству ФМБА и в Центральный комитет профсоюзов. Рассказывает Альбина Бабкова. Таким составом профсоюзный актив закрытых городов, профсоюзные комитеты медицинских учреждений и руководство Федерального медико-биологического агентства на семинар, посвященный проблемам здравоохранения, собрались впервые. Тем больше его значимость и надежда на то, что удастся что-то изменить. Поскольку в системе здравоохранения закрытых городов ситуация имеет тенденцию к стойкому ухудшению. Дефицит кадров, доходящий до 40%. Низкий уровень заработной платы работников. Она снизилась за последние годы на 20%, а где-то и 30%. И качество медицинского обслуживания. Вот основные проблемы здравоохранения в ЗАТО. Все закрытые города, такие как Снежинск, Саров, Северск, Новоуральск, Еленогорск и так далее, испытывают одни и те же проблемы, потому что это моногорода, потому что одновременно организовались эти города и одновременно люди проживают в них порядка 60 лет, 65-70 лет и так далее. И проблемы учреждений здравоохранения типичны. Мы оказались несколько в таком двойственном положении. С одной стороны, проживаем и обслуживаем жителей ЗАТО, а принадлежим по ведомству к Федеральному медико-биологическому агентству. Поэтому хотим обратить внимание на наши проблемы и чтобы совместными усилиями найти какие-то пути решения, выхода из этой ситуации сложные. Итогом семинара стал документ, в котором отражены все проблемы, а главное прописаны способы их решения. Пройдемся по пунктам документа более подробно. Главная причина всех бед – уменьшение финансирования системы здравоохранения. Кстати, как сообщили представители ФМБА России, которые присутствовали на семинаре, оно и дальше будет уменьшаться. Так что, если не решать эту проблему сейчас, потом будет еще сложнее. Нас начинают рассматривать как первичное звено оказания медико-санитарной помощи, хотя мы по факту таковым и являемся. И финансировать нас пытаются именно так, как первичное звено, невзирая на то, что у нас достаточно много зданий и сооружений, и мы в достаточном объеме, самодостаточный, прошу прощения за тавтологию, тем не менее это не учитывается. И у нас идет достаточно горячая дискуссия с территориальным фондом и местным министерством. Например, в этом году у них было ноу-хау, когда они просто нам сказали, что не будут оплачивать, например, офтальмологические операции, и хоть останавливай наш микрохирургический центр. Пришли, доказали, показали все, то, что у нас есть, включили, мы теперь это делаем. И сейчас мы работаем над тем, чтобы все-таки нас вернули, наше отделение на второй уровень, как это и подобает. Все эти успехи будут тактическими, а стратегическим снижение финансирования есть, и оно нам может оказывать достаточно серьезное влияние. И нам придется в этом году также продолжать заниматься оптимизацией, сокращать коечный фонд нашей больницы и сокращать персонал, естественно, прочие, которые не заняты в указании первичной медико-санитарной помощи. Если раньше вся медицина финансировалась по отдельным статьям, отдельно заработная плата, отдельно лекарственное обеспечение, отдельно кадровые вопросы, то теперь финансируется все по одному каналу, через территориальный фонд обязательного медицинского страхования. И делить, а как еще это можно назвать, должны на местах. Разорвись, но реши все проблемы разом. А какая из них первоочередная, никогда не выяснишь. Все они имеют принципиально важное значение, и все претендуют на первоочередное финансирование. Мы обратимся в территориальный фонд медицинского страхования, чтобы уровень, на котором сегодня они выделяют нам финансирование, был несколько выше, потому что наша медсанчасть заслуживает вот этот уровень нашего медицинского состояния, так скажем. То есть это, значит, тариф будет выше. Это небольшие деньги, это плюс 9 миллионов по году, но тем не менее, все-таки это, так сказать, влияние какое-то. Одним из пунктов этого итогового документа стоит как обращение в адрес Центрального комитета инициировать проведение совместного совещания, то есть ЦК профсоюзов, ФМБА России, руководители учреждений возможностей здравоохранения, ФМБА и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. То есть эту проблему надо решать не только на уровне региона, но и на уровне Федерального фонда. Кроме того, предложено ввести послевузовское обязательное распределение студентов, обучающихся на бюджетных местах в медицинских вузах. К примеру, только из Новоуральска. На бюджетных местах в медицинских вузах обучается 56 человек. И система обязательного распределения поможет решить кадровый дефицит нашей городской больницы. Еще одно предложение – заключить отраслевое соглашение на уровне Центрального комитета профсоюза и ФМБА России по социальным гарантиям, а именно, чтобы окладная часть заработной платы составляла не 25%, как сейчас у наших медиков, а не менее 60%, к примеру, как прописано в отраслевом соглашении Госкорпорации «Росатом». Когда снижение финансирования идет, то стимулирующая часть снижается и выплачивает, по сути дела, голые оклады. Поэтому внутри ЦМСЧ в этот раз просто ситуация была критическая, когда получили расчетные листки и, соответственно, зарплату. Просто голый оклад. Поэтому и работники сами возмутились и недоумевали, почему они весь месяц отработали. Вот такая ситуация – снижение финансирования. Когда будет это гарантировано, тогда, естественно, и сметы, и планы финансово-хозяйственные должны будут учитывать. Еще одна головная боль медиков – специальная оценка условий труда. О ней мы уже рассказывали в наших эфирах. Напомню только, что инструменты для защиты работников от недобросовестной и некачественной спецоценки, которая лишает их все льготы привилегий, есть в рамках законодательства. Пока медицинские работники и профсоюзные лидеры проигрывают в борьбе за пересмотр или же отмену специальной оценки условий труда. Иногда по причине отсутствия информации. Не отказаться от нее, а сделать ее достойной, чтобы работники не лишились доплат за вредности – главная задача профсоюза. Мы высказали свое особое мнение по итогам спецоценки. Именно с точки зрения занижения биологического фактора предоставили нашей администрации анализ. С нашей точки зрения, какой должен был или на каких рабочих местах занижен биологический фактор. Мы акцентировали внимание работников наших, чтобы они внимательно читали и изучали свои карты спецоценки и тоже не боялись высказывать свое мнение по этому поводу. Потому что это все будет играть в дальнейшем судьбу, если, не дай бог, дело дойдет все-таки до суда. Итоговый документ семинара совещания профсоюзных работников городов ЗАТО и председателей профсоюзных комитетов медицинских учреждений Федерального медико-биологического агентства с обозначенными проблемами и способами их решения направлен в Центральный комитет профсоюзов, руководству ФМБА и Госкорпорацию Росатом. Только законодательная инициатива поможет достичь каких-то результатов, а также согласованная работа всех заинтересованных сторон, то есть руководителей организаций закрытых городов, руководителей местного самоуправления ЗАТО, их профсоюзных организаций, а также руководство ФМБА России и ассоциаций закрытых городов Росатома, чтобы на наших территориях было гарантировано в достаточном объеме финансирование высокотехнологичной медицинской помощи. Результаты будут не сразу, не здесь и сейчас. На данном этапе главное, чтобы проблема была обозначена на всех уровнях и предложены пути ее решения. Вопрос вовлекается все большее количество заинтересованных в положительном решении людей. Мы очень надеемся, что вопросы в перспективе, естественно, будут сглажены, будут находиться какие-то решения дополнительные, в том числе и то, что обсуждалось сегодня, по определенному внесению изменений в федеральное законодательство, в части, но более такой повышенной социальной защищенности жителей. Зато мы очень надеемся на совместную работу в этом вопросе. Альбина Бабкова, Дмитрий Дедюхин. Специально для программы «Объектив. Итоги». Это программа «Объектив. Итоги», и мы продолжаем. Еженедельно по пятницам в городе проходит объезд по строительным площадкам, где идут работы по программе капитального ремонта жилых домов. Участники на этот раз обратили особое внимание на вопросы оплаты труда строителей. Региональный фонд содействия капремонту производит оплату только по факту выполненных работ. Отдельно за крышей у чердак, отдельно за фасады и другие виды ремонта. Строители ждут перечисления денег со дня на день. Развитие темы в репортаже Антона Сапогова. Чтобы продолжить выполнять ремонт согласно графику, строителям нужны деньги. Изначально было неясно, каким образом областной фонд капремонта будет оплачивать их работу. Строители думали, что им заплатят сначала за утепление чердаков, потом за кровельные работы. Но в областном министерстве ЖКХ пояснили, что это один вид работ и оплачивается он комплексно. Раньше всех принялась за работу фирма Комви. И очевидно, что она раньше других получит оплату. Все бумаги уже готовы. Была возможность, я напрямую задал вопрос министру ЖКХ. Сказал, по аналогии со всеми муниципальными образованиями Свердловской области, это один вид работ. Поэтому, о чем было сразу доведено до всех строительных организаций, все уже это все знают и готовятся к этому. Утеплитель и кровля – это один вид работы. Кровля. Сейчас тот же Комви уже подготовил два дома к сдаче полностью, то есть кровля и утеплитель. Мы оформили заявку и направили в фонд. То есть теперь в течение, значит, там 5-7, по-моему, дней, рабочих дней должна произвестись оплата. Вопросы оплаты волнуют всех строителей. Например, фирма Мастеровой из желания сэкономить закупила необходимые строительные материалы за год, еще в январе. И сразу принялась за ремонт трех домов. Но ресурсы закончились, и теперь фирма вынуждена сконцентрировать свои усилия на одном доме. Когда за него заплатят, появятся деньги на ремонт остальных домов. Мы сразу же начали три дома делать одновременно. Заречная 5, Заречная 6. Есть строители. Мы купили 100% утеплителя, два дома сделали, третий у нас на выходе. Мы проплатили 50% металлочерепицы на три дома. Чтобы зафиксировать цену января месяца, напомню, что цена основным заводам и изготовителям второй раз уже меняется. Сначала января. Сейчас нам придется сконцентрировать все внимание на этом доме. Там приостановить. Между тем, проблемы строителей никак не сказываются на сроках и качестве ремонта. Жители тех домов, где ведется ремонт, довольны работой строителей. Довольны и тем, насколько внимательно строители относятся к любой их просьбе и к любому пожеланию. Без подписи жильцов акт выполненных работ никто не закроет. Я хочу сказать, что мы очень довольны работой строительного предприятия «Комби». Так как работа ведется строго по графику, с большим, в общем, ну, мы как бы к жителям с очень большим уважением. И никаких-то вопросов к ним вообще нету. И я надеюсь, что все будет вовремя, в срок, все по графику. Мы очень благодарны. Строители стараются экономить деньги жильцов, чтобы получить от них заказ на дополнительные виды работ. А что еще можно отремонтировать, решат сами жители по совету специалиста. Жители будут решать. Жители. По экспертному мнению строителей, куда лучше направить по видам работы. При этом, если верхняя разводка, есть нижняя разводка, то есть они смотрят, возможно, ее будут менять, да, если там есть необходимость такая. То есть, ну, мало ли протекало, то есть наружная коррозия там происходит. То есть, это все смотрится. Никто тут не бросает жителей наших. Антон Сапогов, Антон Полаев, Новоуральская вещательная компания. К другим темам. 2016 год – год 30-летия катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 года ночью на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. Новоуральская вещательная компания продолжает серию сюжетов, посвященных годовщине Чернобыльской катастрофы. Слово Ольге Бертье. Когда 30 лет назад в советской Украине случилась эта катастрофа планетарного масштаба, тезка великого русского поэта, Новоуральец Михаил Юрьевич Тартаковский даже и не сомневался, ему тоже предстоит командировка в Чернобыль. В то время он работал наладчиком дозиметрической и радиометрической аппаратуры в 20-м цехе комбината, до этого дозиметристом. Да и из солдатских казарм на Комсомольской рядом с его домом в Чернобыль постоянно направляли партизан. Так называли мобилизованных для ликвидации последствий аварии резервистов. Когда я супруге сказал, она не удивилась тому, что ну что же делать. Тем более профессия такая у вас, да? Да, и профессия такая. Было огромное желание поехать, и ну не то сказать, что конкурс у нас, особенно в цехе 20, не было такого. Просто послали, ну не буду лишнее там говорить, ну от них из лучших. Как распределялся фронт работы? Как вы выбирали работу, чем заниматься или все-таки давали? Ну, конечно, возможность выбора была. И приезжали разные люди, и те, кто действительно хотел помочь, и те, кто хотел денег заработать, и те, кто, смешно сказать, боялись радиации, как огня. И поэтому, конечно, возможность выбора была. Мы со своим напарником, который из одного цеха, мы выбрали самый сложный, можно сказать, участок работы, который был в то время. Он работал в Чернобыле два с половиной месяца, с середины марта до конца мая 87-го года. Жил непосредственно в 30-километровой зоне. Эти командировки память ликвидаторов хранит в подробностях. Помнится погода, бытовые условия, диалоги. Но главное, конечно, это работа в чрезвычайно опасных ситуациях. Мы работали на очистке кровли третьего энергоблока. И это была в то время самая грязная, самая опасная работа. Поля там доходили до тысяч рентген в час. Вот. Ну, валяется кусок графитовой оболочки, и она, конечно, фонила со страшной силой. Работа заключалась в том, что нужно перед тем, как людей запустить на участок для зачистки, ребята, те, которые у нас сформировали, спартизаны из войсковых частей, нужно было провести измерение мощностей ДОС и определить примерное время, по которому они там должны работать, на этом фронте работы. Вот. Измеряли ДОСу вот с помощью таких карандашей. Это мне на память. Оттуда? Оттуда. Через неделю-полторы мы уже почти достигли этой нормы. И накопители, до земли накопители, которые носили на шее, на веревочке, мы дома оставляли просто. Потому что не хотелось отправлять домой. Кто превысил эту ДОСу, то домой могли отправить. Михаил Юрьевич вспоминает, что сперва они работали по 12 часов. А потом, когда световой день увеличился, работали по сменам. И тогда уже появилось свободное время. Даже на рыбалку ходили, рыбачили. Рыбалка там исключительно замечательная. Это когда спиннинг, который представляет вот такое удилище, палку, и бобина с леской, и какую-то там железку вместо блесны. И бросаешь, и буквально метров на 10. И когда уже почти поднимаешь леску и блесну из воды, такая щука хватает ее прямо на лету. Такие монстры там плавали. Мы поначалу так ловили и, можно сказать, местным жителям просто отдавали. Они ее пищу употребляли. А потом взяли и померили сами приборами нормальные рыбы. И стали сами ее попросить на кухне, нам ее пожарить. Мы ее с удовольствием ели. Дозиметристы Чернобыля. Они, смеясь, называют себя дозиками по созвучию. А еще именно они знают, каким был уровень радиации на каждом конкретном участке 30-километровой зоны. Какую дозу получил каждый из них и все ликвидаторы в отдельности. В тот период, когда в Чернобыле работал Тартаковский, стены саркофага уже стояли. И вокруг станции особых разрушений уже не наблюдалось. Еще бы. Ведь с момента аварии к тому времени прошел уже почти год. И через чернобыльские командировки прошли тысячи и тысячи советских людей. Но он помнит, что все равно уровень радиации в некоторых местах достигал 500 и даже больше рентген в час. И большую роль в сохранении человеческих жизней сыграли тогда обычные тканевые респираторы ШБ-200. Истам было вдоволь. Просто не носили. Его респиратор, особенно когда во влажную погоду, и когда работа такая серьезная, когда прибор берешь, который отщелкивает карандаши, и бежишь с ним на 8-9 этаж под мышкой, то туда сбегаешь и вещь в мыле. Конечно, от респиратора уже что там останется? Он влагу не любит. Напитывается влагой и почти не работает. Поэтому снимаешь, надеваешь, тут же другой. Работяги, ну как вот на машине едут, да если курящий, ну говоришь, ну зачем ты куришь? А, ну что? Вот из-за этого большинство и ушло. То, что было в организм, в легкие, это задерживается надолго. Будущее, конечно, за альтернативными источниками энергии, считает Михаил Юрьевич Тартаковский. Впрочем, не отрицая важность развития и изучения атомной отрасли, работе в которой он отдал не один десяток лет своей жизни. Чернобыльская страница в этой жизни – одна из самых дорогих. В своем возрасте сейчас, мне почти 70, конечно бы я уже не поехал. А если вернуть те годы, это было 40 лет, когда мне было, я не причем здесь, ни государства, не попросили меня помочь, я бы собрался и поехал. Помочь просят, чужие, семена просят помочь чужели. Помочь не могу, что ли? Ольга Бертье, Геннадий Донгузов, Новоуральская обещательная компания. С 4 апреля в Новоуральском городском округе начался прием заявлений от родителей, желающих отправить детей в загородный лагерь «Самоцветы». Такого ажиотажа со стороны жителей на получение путевки еще не было. Люди шли занимать очередь в территориальную организацию профсоюза с самого утра. И всего через несколько дней на первую и вторую смены поступило более тысячи заявлений. Но это не все виды отдыха, которые предлагает округ для детей летом. Этим летом в три смены, организованные в детском оздоровительном лагере «Самоцветы», отдохнут полторы тысячи новоуральских ребят. Невиданный ажиотаж, который начался 4 апреля, в день приема подачи заявлений, удивил всех. Уже через пару дней на первые две смены набралось желающих гораздо больше. Если говорить о третьей смене, то на сегодняшний день уже подано 250, то есть половина всех заявлений. Однако в территориальном комитете профсоюза Новоуральска заявление продолжают принимать и на первую, и на вторую смены. Мы заявление принимаем, мы будем принимать все лето, потому что, ну, жизнь складывается так, что, может быть, родители изменили свое отношение, что сегодня ребенок хотел поехать, а завтра уже не поедет. Кто-то, может, подстраховался и там, и там заказал путевки, да. Поэтому вот в жизни всегда так бывает, что возникают свободные места после того, как родители отказываются, и мы поэтому принимаем заявление. Лагерь «Самоцвета» – один из лучших в Свердловской области. Он пользуется большой популярностью у новоуральских ребятишек. Большое внимание администрации этому вопросу уделяют. И депутаты ежегодно выезжают на место, смотрят ход проведения здоровительной кампании. Как раз многие предложения с их стороны звучали о дополнительном финансировании в части ремонта. И также закладываются средства на ремонт и средства, которые идут по линии КГН, концентрированной группы налогоплательщиков. То есть все понимают, что это сегодня достояние города, его нужно сохранять и в более хороший вид переводить. Поэтому, безусловно, «Самоцветом жить» будем поддерживать. Однако такого ажиотажа очереди до самой площади никогда не наблюдалось. Причина тому вполне ясна. Были годы, когда достаток был чуть повыше, и родители могли организовать семейный отдых, выезжали с детьми на юг. А в этом году, конечно, все, что называется, понимают, что доходы, наши реальные доходы резко упали. Поэтому все равно ребенку надо организовать. Не нужно забывать, что помимо самоцветок в Новоуральском городском округе в летний период детям предоставляется много возможностей для различного вида отдыха. Это и городской школьный лагерь, и зеленый мыс и Таватой для работников Уральского электрохимического комбината, и санаторий «Чайка» в Евпатории. В нем оздоравливаются 100 детей. Путевки финансируются из городского бюджета в размере 25 тысяч рублей и 9 тысяч, а также дорогу оплачивают родители. Город дополнительно нашел средства для того, чтобы выделить и обеспечить детей отдыхом. Еще и трудовой лагерь есть, но это для более старших детей. В этом году активизировалась работа по оздоровлению городских детей в санаториях подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству. Причем не только детей медиков и работников УХК, как это было ранее, а абсолютно любых желающих. Заключено о соглашении между ЦМСЧ-31, Управлением образования и теркомом профсоюза города Новоуральска. Совместно с городской оздоровительной комиссией комплектуются группы детей. Путевки эти совершенно бесплатны. Родители оплачивают только дорогу. Порядка 500 городских детей уже получили санаторное лечение в санториях Кавказа и Подмосковья. Альбина Бабкова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. Если родители детей до 18 лет озабочены, как организовать летний досуг сыновей и дочерей, то родителей совершеннолетних юношей волнуют вопросы, связанные со службой в армии. Так, в ходе призывной кампании 2016 года в Свердловской области на воинскую службу призовут 4307 уральцев. Комплекс на работам по организации призыва и успешный опыт прошлых лет позволят региону достойно выполнить задачу по подготовке к службе защитников Родины. Об этом накануне сказал руководитель администрации губернатора Сергей Пересторонин. Призывная кампания стартовала 1 апреля и продлится до 15 июня. О том, как идет набор в Новоуральске в следующем сюжете в военном комиссариате побывал Евгений Гурин. В эту призывную кампанию перед Новоуральским военным комиссариатом стоит задача отправить на службу Родине 74 призывника из Новоуральского городского округа, в который входит не только наш город, но и близлежащие населенные пункты, такие как деревни Мурзинка, Польники, Елани Починок и село Тарасково. Где учился? Учусь. Где? В НТК. Понятно. Куда хочешь? В армию? Или не хочешь? Почему хочу? Куда? Какие войска? ВДВ. ВДВ? Да. Спецназ готов? Конечно. Сколько раз потягиваешься? 20. Как отмечают медицинские работники военного комиссариата, ситуация со здоровьем призывников в последнее время начала улучшаться. И видно, что молодые люди уже в юношеском возрасте сознательно занимаются укреплением своего здоровья. И воспринимают военную службу не только как долг родине, но и как возможность строить свою профессиональную карьеру и неплохо при этом зарабатывать. Я считаю, что это не самое умное решение откосить от армии. Я сказал бы, что сейчас это все меньше. Вот на сегодняшний день мы работаем, такого не было пока ни одного. Они могут появиться где-то в июне месяце, но это единицы. Это не пример для подражания. Я скажу более, что у нас был буквально в понедельник парень, который закончил Баумановский институт. Он работает в Москве и приехал сюда проситься в армию. Я спросил, говорю, тебе-то чего понесло? Он говорит, доктор, если я служу в армии, мне карьера молниеносная. Да и сам военный комиссар Навуральска Алексей Верхотуров отметил, как поменялось отношение призывников к военной службе сначала по призыву, ну а потом уже и по контракту. В соответствии с законодательством признанная кампания у нас длится с 1 апреля по 15 июля в соответствии с указом президента Российской Федерации. Юноши сегодня проходят у нас сначала медицинское свидетельствование, далее признанная комиссия решает о призыве либо предоставлении отсрочки юноши. И уже впоследствии, кто призван, мы планируем к отправке этих ребят. Отправки начнутся у нас ориентировочно с 20 апреля и по 15 июля. Все члены признанной комиссии отмечают этот настрой положительный. К службе ребята очень охотно относятся, то есть идут с желанием. Некоторые даже оставляют учебу для того, чтобы отслужить и уже потом спокойно доучиваться в институте либо в техникуме, строить свои планы дальнейшей жизни. В общем, Науральск может гордиться своими сынами, которые не увиливают и не косят от военной службы, а с честью и гордостью переносят все тяготы и лишения военной службы и прославляют родной город на всей территории нашей великой страны. Евгений Гурин, Дмитрий Дедюхин, Науральская вещательная компания. Меньше месяца осталось до главного праздника нашей страны Дня Победы. Череда памятных мероприятий уже началась по всей России. Главные события в каждом городе, в каждом населенном пункте нашей Родины состоятся непосредственно 9 мая. И самым торжественным станет шествие Бессмертного полка. На сегодняшний день эту акцию поддержали граждане более 700 городов и сел. Третий год в ней участвуют и Новоуральск. В прошлом году 9 мая около трех тысяч новоуральцев разных поколений встали в ряды Бессмертного полка и пронесли по родным улицам портреты героев своих семей. Такого результата не ожидали ни новоуральские координаторы акции, ни власти, но это случилось. Как все пройдет на этот раз? Шествие Бессмертного полка станет кульминацией парада в Новоуральске на центральной площади 9 мая. Причем Бессмертный полк будет двигаться сразу за воинскими подразделениями и военной техникой. Подготовка к формированию колонны уже идет полным ходом. Как непосредственно в Новоуральске, так и в сельских населенных пунктах Новоуральского городского округа. Поддержать акцию и пронести портрет героя своей семьи на параде может любой желающий. Оказывают полиграфическую помощь в изготовлении такого портрета четыре новоуральских компаний «Осьминог», «Принтсервис», «Фотонана» и «Багетная мастерская». Но новоуральцам надо активизироваться в изготовлении такого транспаранта, потому что на это требуется время и по опыту прошлых лет, чем ближе к 9 мая, тем больше клиентский наплыв в компаниях. И они просто физически могут не успеть обслужить всех желающих. Поскольку большая часть горожан, участвующих в акции «Бессмертный полк» это молодежь, дети, школьники, студенты, в каждом детском, дошкольном и учебном заведении есть ответственный за организацию и участие своих представителей в колонии «Бессмертного полка». Но самое главное российская гражданская акция «Бессмертный полк» это не только парадные марши 9 мая. На сайте интернет-проекта «Бессмертный полк» ведется народная летопись войны и бессмертного подвига советского народа. Ежедневно на сайт добавляются сотни историй и фамилий. Но на сегодняшний день на его новоуральских страницах рассказы лишь о 500 героях. И очень важно, чтобы герои-победители не только прошли в победном строю благодаря своим потомкам и увидели мир, за который отдали жизни. Важно, чтобы рассказы об их подвигах на фронте или в тылу пополнили народную, а потому самую правдивую летопись Великой Победы. Ольга Вертьена, Вуральская вещательная компания. Абсолютно в каждой российской семье есть родственники, которые приближали Великую Победу в тылу и на фронте. Но 9 мая на парад они уже никогда не выйдут. За них в колонну бессмертного полка встанут дети, внуки, правнуки, которые знают и помнят подвиги старшего поколения. А поделиться воспоминаниями о своем герое, показать его фотографии, награды, письма с фронта можно не дожидаясь 9 мая в нашей рубрике «Бессмертный полк». Приходите со своими рассказами в редакцию новоуральской вещательной кампании на Фрунзе 5. Дополнительная информация по номеру 9-37-51. Наши герои будут жить пока мы помним. В завершении выпуска о тех, кто не боится стихии. 10 апреля городской клуб туристов отмечал открытие водного сезона. Единственное место, где в нашем городе можно устроить заплывы на байдарках, это река Талы в промышленной зоне. Из-за таяния снега небольшая лесная речка стала полноводной к большой радости всех поклонников водного туризма. Соревнования четвертой категории сложности предполагают искусные маневрирования на надувных катамаранах. Наши туристы-водники проводят такие соревнования на реке Талая уже четвертый год и впервые видят здесь такую полноводную дистанцию. Речка пригодна для проведения соревнований только один раз в году, а именно в апреле, в период бурного таяния снега. На праздник большой воды собрались десятки спортсменов, в том числе и иногородних. Это для водников большой праздник. Сейчас все лето водники будут ходить от первой до высокой категории сложности. Водный туризм у нас самый массовый в городе. И всех поздравляю с праздником, с открытием этим. Новоуральский туристический клуб славится своими спортсменами-водниками. Среди них есть победители крупных соревнований туристы высоких разрядов. Открытие водного сезона для них хорошая возможность набрать физическую форму, опробовать новое снаряжение, вспомнить все тонкости вождения катамарана на бурной воде. Это уникальное событие, потому что в первый год большая вода на этой реке из-за определенных обстоятельств таяни снега. И мы в этом году сделали новые водота, новые препятствия, более усложненные, более сложнее, более строже. У нас в этом году командные баллы, штрафные баллы. В этом году намного больше команд, и мы считаем, это как бы год хотя бы и чтет, но он является как бы год юбилейный, потому что в этом году мы сделали намного больше, чтобы нам было присвоено более баллов судьям и баллов городу Новоуральскому городскому округу для участия четвертых категорий сложностей сезон. В мае уже начинаются походы, и эти соревнования, как бы открытие сезона, это тренировка перед большими походами. Антон Сапогов, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. В эфире Новоуральской вещательной компании вы смотрели информационно-аналитическую программу «Объектив. Итоги». Такой запомнилась прошедшая неделя журналистам НВК. О событиях недели начавшейся комплексно расскажем в итоговой программе 18 апреля в это же время. Отличных вам новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова